Благодаря проходящей реорганизации в Наринмаре стало на одну общеобразовательную школу больше. Ненецкая школа-интернат имени Антона Пырерки сменила правовой статус. Теперь учреждение обучает детей из населенных пунктов округа и города. Первый набор городских первоклашек прошел в начале учебного года. Открыли 4, открыли 5, открыли 6. На занятия к логопеду Лера приходит несколько раз в неделю. Чтобы исправить речевые дефекты, заниматься нужно регулярно. Благо, уроки проходят прямо в школе, куда Лера поступила в первый класс. Достаточно спуститься со второго этажа на первый. У нас был выбор либо в четвертую, либо в школу-интернат. Но мы посоветовались. Просто тут более работа психолога, логопеда, дефектового. Более подход, вернее, более такой и индивидуально, и группами работают. Спустя полгода обучения родитель не пожалела о своем выборе. Класс, в который попала Лера с коррекционным уклоном. Помимо основной программы, дети осваивают дополнительную. Это индивидуальные занятия развивающей и предметной направленности. В школе имени Антона Пырерки для этого созданы все условия. Работаю я уже, например, на протяжении 25 лет в этой школе. Этот класс у нас впервые. Мы вот работаем с ними, значит, участвуем в разных соревнованиях, конкурсах. Осенью мы участвовали в играх по экологической игре, да, по корме птиц. И было у нас ориентирование. Первый раз такое ориентирование полезет. В 2015 году школа потеряла приставку «Интернат». Теперь в ней обучаются дети из окружных сёл и города. Детей-сирот закрепили за детским домом. По нормативам школа способна обучать 250 человек, а выходит всего 134. Работа на полную мощность разгрузит четвёртую и третью школы. Ежегодно они испытывают перегрузку по первоклассникам. В 2016 году Ненецкая школа-интернат откроет сразу два первых класса на 29 человек. Подать документы могут все семьи, проживающие вблизи школы. Полный список улиц указан на сайте учреждения. В соответствии с ФКОС все классы оборудованы. В каждом классе имеется интерактивный комплекс. Начальная школа дополнительно оборудована передвижным мобильным компьютерным классом. В школу приходит тоже опытный педагог. Приходит, будет набирать первый класс. Я так думаю, что ещё одного учителя мы подберём обязательно. И если что касается среднего и старшего звена, педагогический коллектив у нас опытный, работают учителя давно. В школе есть столовая на 80 мест, спортивный зал, медицинский кабинет. В планах построить мини-стадион. Спальные корпуса перешли в отдельное структурное подразделение. Они будут выполнять роль общежитий для сельских учеников и студии для городского дома детского творчества. Словом, к новому статусу школа готова. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.